В четверг состоялось первое в новом году пленарное заседание Ивановской областной думы. На повестке Дня законодателей широкий спектр вопросов. Запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетиков с 1 января вступил в силу на всей территории страны. А значит, региональный закон утратил свою актуальность. За внесение необходимых изменений в документ депутаты проголосовали единогласно. В нашем законопроекте, вернее в нашем уже законе, остались как раз безалкогольные энергетики. И там действует запрет на продажу, он ограничен продажей лицам до 18 лет безалкогольных энергетиков. Ну и логично, что подросткам и юношам, девушкам, в общем-то говоря, зачем у них и так организм молодой, зачем им еще нужно, значит, для поддержания энергии организм покупать энергетику, которая все равно, по сути, является химией. Очередные поправки в бюджет региона. Основные его характеристики остаются без изменений. За счет резервного фонда правительства Ивановской области на 81 миллион рублей увеличатся расходы на предоставление субсидий малоимущим семьям, на оплату жилья и коммунальных услуг. Вот конкретно в деньгах что получится? Вот конкретно домохозяйство, среднее домохозяйство, которое является получателем субсидий, вот они сколько получат? Ну, по данным Департамента социальной защиты, это при нынешней выплате, средней выплате 1,9 тысяч рублей, будет порядка 2,2 тысяч. Ясно. То есть порядка 400 рублей на домохозяйство, на одну семью. Будем дружить думами. Законотворцы приняли постановление о сотрудничестве между Ивановской областной думой и законодательным собранием Севастополя. Авторитет Севастополя как субъекта федерации в Государственном Думе, в Совете Федерации высокий. И, соответственно, мы рассчитываем, что их поддержка наших законодательных инициатив на федеральном уровне будет способствовать их скорейшему принятию. В том числе по вопросам противодействия, вернее, по вопросам ограничения продажи спиртных напитков. Для нас вопрос больной. Вы знаете, мы на протяжении уже трех лет эти темы поднимаем активно. Это рассчитываем здесь и на поддержку коллег из Севастополя. Депутаты также утвердили примерную программу законопроектной работы. Согласно документу, повестка 2018 года у парламентариев обещает быть насыщенной. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.